В Писании мы видим, что Господь изначально предполагал создать народ Израиля как пример, как модель для всех народов мира. И Божье изначальное и непреложное призвание для Израиля быть светом для всех народов. Призывая еще Авраама, Бог сказал, что в тебе нарекутся, в тебе благословятся все племена земные. И когда Израиль вышел из египетского рабства, Бог избрал именно их для того, чтобы они стали примером Божьего Царства. Мы видели, как в 19 главе книги Исход Бог сказал народу Израилеву, что вы будете моим царством, царством для меня и царством священников. А это значит, что Бог стал царем Израиля в пустыне. А Израиль таким образом стал царством Божиим. Но что же это значит быть царством священным, царством священников? А есть много того, что можно об этом сказать. Но, пожалуй, самое важное и самое главное состоит в том, что в Божьем Царстве никто не появляется случайно. Другими словами, никто в Божье Царство не может войти случайным образом. Мы все в Божьем Царстве находимся исключительно и только лишь по Его приглашению. Возможно, кто-то скажет, что в тот или иной момент своей жизни я нашел Бога. Но истина состоит в том, что в определенный момент нашей жизни Господь нашел нас. Иисус сказал своим ученикам, не вы меня избрали, но Я избрал вас. А это, в свою очередь, значит, что у каждого из нас есть особое, специфическое призвание в Боге. В Библии, на самом деле, мы видим немало примеров людей, которых Бог избрал для Себя еще до их рождения. Пророк Иеремия говорит о том, что Бог сказал ему следующее. Иеремия говорит, что еще до того, как ты родился, Бог сказал ему, я познал тебя. Я избрал тебя и я поставил тебя пророком для народов. У царя Давида было похожее откровение. В 138-м псалме царь Давид пишет. Он говорит, что Господь, ты соткал меня, ты создал меня в утробе матери моей. Я тебе воздам хвалу, я славлю тебя, потому что я чудно, я дивно устроил. И продолжая, Давид говорит следующее. Он говорит, Господь, ты видел меня еще до того даже, как я был в этот мир пришел, как я был создан. И еще до того, как я прожил хотя бы один день своей жизни, в книге твоей уже записаны все дни мои. Царю Давиду, мы видим, было открыто, что его жизнь, она была уже спланирована Богом еще до того, как он вошел в этот мир. Апостол Павел является еще одним примером этого. В послании Галатам апостол Павел пишет, что он был отделен, был поставлен апостолом еще от утробы матери своей. И, конечно же, сам Иисус является величайшим примером Божьего планирования жизни человека до того, как он еще приходит в этот мир. Мы знаем, что об Иисусе было сказано, что он есть агнец, заклонный еще до сотворения мира. И я верю, что если мы смотрим, когда мы видим эти примеры в Писании, то мы можем прийти либо к выводу, либо к заключению о том, что у Бога есть определенная элита избранных им людей для служения, которых он особым образом сотворил для выполнения определенных задач. И кроме этой элиты есть мы все остальные, и все остальные, таким образом, должны были быть сделаны где-то на заводе штамповкой. И все остальные тогда должны просто найти себе какое-то применение сами. Либо мы можем прийти к другому выводу, к выводу о том, что то, что было открыто всем этим людям в Библии, является истиной в отношении всех нас. И у Бога есть план и предназначение для каждого человека, которого Бог сотворил. И это именно то откровение, которое дает нам Библия. И я верю, что это очень важный фактор в понимании того, что значит быть царством священника. Другими словами, у Бога есть специфическая роль, специфическое предназначение для каждого члена своего царства. И вот как я верю, Библия описывает весь этот процесс. Бог обращается с призывом к сломленному, к сокрушенному, к греховному человечеству. И Он обращается к ним с призывом, который искупительный призыв. И так как Бог любит весь мир, и Он хочет, чтобы все человечество пришло к спасению. Поэтому Божья истина всевозможными путями, бесчисленным количеством различных путей доносится, Бог несет ее ко всему человечеству. Божья истина открывается к нам для нас через великолепие окружающей нас природы. Божья истина открывается к нам через любовь, которую мы можем испытать в семье. Божья истина открывается к нам через точность науки. И, естественно, особым образом Божья истина открывается через проповедь Евангелия. Это лишь некоторые из путей, которыми Божье призвание, Божий призыв, Он распространяется и доносится до всего человечества. И все же Иисус очень ясно говорит, что много призванных, мало избранных. Если призвание Божье, если Божий призыв доносится и направляется ко всем, то что же тогда делает разницу, что же тогда производит разделение между теми, кто призван, и теми, кто избран? Вот как я считаю это происходит. В определенный момент в своей жизни мы осознаем, что Бог зовет нас. Возможно, для этого требуется какой-то кризис, возможно, это требует определенного уровня зрелости, но в тот и для некоторых из нас, когда мы осознаем это призвание, тогда что-то в глубине нас, вот та благодать, по которой Бог действует в нашей жизни, побуждает нас сказать, да, это призвание для меня. Я отвечу на это призвание. И тогда мы начинаем принимать целую серию решений, возможно, в нашей жизни, через которые мы обращаем курс своей жизни по направлению к Богу. Я верю, что когда мы начинаем принимать эти решения, когда мы начинаем обращать свою жизнь к Богу, и все это непременно лишь по Божьей благодати, благодаря Его любви к нам, где-то посреди этого процесса обращения мы переходим из тех, кто призван, в тех, кто избран. Или другими словами, я мог бы сказать, что мы принимаем решение, мы принимаем решение быть избранными. И в Библии есть слово, которое описывает всех тех, кто избран. И на греческом языке, на языке оригинального Нового Завета, это слово «экклесия». И в буквальном значении этого слова это значит «те, кто призван выйти». Те, кто услышал Божий призыв, отреагировали на Него, и тогда этот призыв, он выводит их из бывшего состояния, из прошлого состояния их жизни. Другими словами, из тьмы в свет Божьего присутствия. Из смерти в жизнь, которая есть в Духе. И мы переводим это слово «экклесия» на русском языке словом «церковь». И даже из одного этого мы можем понять, что церковь это не здание и не организация. Церковь это сообщество людей, которые по благодати Божией смогли услышать Божий призыв и отреагировать на Него. И именно здесь наше путешествие с Богом и начинается. Потому что, когда мы находимся среди тех, кто избран, мы начинаем изучать и понимать все, что касается Бога. Кто же, в первую очередь, тот, кто меня призвал? И в определенный момент мы начинаем понимать, что Он не только является нашим царем, но Он также наш Творец. И как Творец Он каждого из нас сотворил уникальным образом. И когда Он творил нас, то в Его разуме был план для каждого из нас, а в Его сердце была мечта в отношении жизни каждого из нас. И я думаю, что хорошее слово, которым мы можем описать этот план, это наша судьба, это наше предназначение. И Бог дал каждому из нас предназначение еще до того, как мы родились в этот мир. Бог никоим образом не будет заставлять нас, Он не будет выкручивать нам руки для того, чтобы мы исполнили Божье предназначение в своей жизни. Но когда мы становимся частью избранного народа Божьего, когда мы начинаем осознавать Его призвание в нашей жизни, это дает нам шанс воплотить это призвание в своей жизни. Тогда мы начинаем приходить к Богу и говорить Богу, Господь, а какова же была Твоя цель в том, что Ты привел меня в этот мир? Почему Ты избрал меня? И Бог в ответ начинает говорить к нам. И начиная говорить, Он говорит, вот что я хочу видеть в Твоей жизни, вот что я хочу делать в Твоей жизни. И когда мы начинаем слышать этот голос Божий, и начинаем делать и исполнять то, что Бог говорит нам, то вдруг в нас начинает проявляться какая-то способность. Как только мы начинаем делать то, что Бог говорит нам, когда мы начинаем предпринимать активные шаги в этом, вдруг вы начинаете понимать, а у меня получается. даже если об этом не знал никто другой, даже если вы сами об этом не знали. У вас есть способность, которая соответствует Божьему призванию для вашей жизни. И я называю эту способность вашим духовным даром. Ваш духовный дар был изначально сотворен для вас и не для кого другого. Ваш духовный дар был предназначен для того, чтобы помочь вам воплотить Божьи призвания в своей жизни. Ваш духовный дар — это святой дар. И когда я говорю о том, что он святой, я имею в виду, что он отделен Богом для вас и не для кого другого. Никто другой не может прикоснуться к вашему духовному дару. Только вы. И я считаю, что в этом мире есть столько же духовных даров, сколько и людей, которые живут в нем. Если вы пользуетесь вашим даром, Богу это доставляет огромное удовольствие. Но если вы решите не пользоваться этим даром, никто другой никогда им не воспользуется. Но когда наша жизнь подойдет к концу, каждый из нас должен будет дать отчет за то, как мы пользовались своим даром. Давайте представим, что вы начали пользоваться своим духовным даром, вы начали делать то, для чего Бог вас предназначил. Я верю, что это доставляет огромное удовольствие сердцу Божьему. Он подобно любящему отцу, он просто наслаждается видеть, как его дети пользуются даром, который Бог им дал. И я верю, что Божье наслаждение этой картины настолько велико, что когда настолько велико, что когда Бог видит, что мы посвящаем всех себя использованию и совершенствованию того дара, который Бог нам дал, Бог настолько рад этому, что в определенный момент Он может просто простереть свою могучую руку к нам и прикоснуться к нам, к нашему дару своей сверхъестественной силой. Бог использует возможность, когда мы пользуемся Его даром, для того, чтобы сделать что-то сверхъестественное. И я верю, что это то, что можно было бы назвать помазанием. Ваше помазание, оно свято. Ваше помазание предназначено только для вас, когда вы пользуетесь своим даром. Вы не можете обладать или пользоваться помазанием кого-то другого. Только своим. Более того, вы вряд ли захотели бы воспользоваться помазанием другого человека. Но когда вы пользуетесь своим даром, когда Бог дает это помазание на ваш дар, когда Божья сила приходит в это, тогда ваша жизнь и ваше служение, ваша работа начинают приносить плоды. Тогда жизни других людей оказываются под влиянием вашей жизни. Тогда вы начинаете вдохновлять других людей, и в их жизни они тоже начинают чувствовать пробуждение способности и желание служить Богу. Тогда другие люди начинают следовать вашему примеру. Тогда и они начинают приносить плод. Это то, что Иисус имел в виду, когда сказал своим ученикам, что вы будете весьма плодовиты. И обилием своего плода вы докажете, что вы мои ученики. И в конце концов, каждый из нас к тому моменту, когда наша жизнь закончится, мы все предстанем перед нашим царем. И каждый из нас, кто находится в этом царстве священников, он должен будет дать Богу отчет за ту жизнь, которую мы прожили, жизнь, данную нам по благодати Божией. И, стоя перед Ним, мы будем стоять не просто перед нашим судьей, но перед нашим Творцом. Как Творец, Он знает лучше всех, что Он в нас вложил. Поэтому Он идеальным образом знает, что Он ожидал от нас в нашей жизни. В тот день, в день, когда мы предстанем перед Ним, к чему мы были призваны, не будет иметь определенного значения. А были ли мы призваны к тому, чтобы работать в магазине, убирать дом, воспитывать детей, быть адвокатом или учителем? Неважно, к чему Бог нас призвал. Но будет иметь особую важность, сделали ли мы это, воплотили ли мы это призвание в жизнь? Некоторые из нас особым образом одарены воспитывать детей. Другие были призваны и одарены способностью поднимать и строить бизнес. Другим были даны творческие дары. Другим были даны работы в той или иной компании или служить в общине. У Бога есть столь много призваний, сколько и людей на этом свете. Но в день суда мы все, я уверен, хотим услышать от Господа одни и те же слова. Вне всякой зависимости от того, к чему Он нас призвал. Все, что мы хотим услышать, это «Молодец!» «Молодец, добрый и верный раб!» «Ты был верен в малом!» «Теперь же войди в радость Господина твоего!» «Я поставлю тебя теперь над многим!» И это лишь один аспект того, что значит быть священником в Божьем Царстве. Это одна из тех важных вещей, которые мы сразу с вами понимаем и видим, рассматривая пример Израиля, призванного быть моделью и образом Царствия Божьего на земле. В отношении Божьего Царства, тем не менее, мы можем понять и познать много других важных и жизненно важных принципов. Но все это мы понимаем, если мы смотрим историю Божьего Царства с самого начала. Внимательно рассматривая Божьи цели в избрании Израиля как своего примера, как своей модели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова